Это как у Арсена Маркаряна, вот эта шизофрения. Нет, уважай меня как мужчину. Если ты с вменяемой женщиной общаешься, она тебя и так будет уважать, ты просто соответствуй. Ну, как сказать, если ты сильный, умный, классный, состоятельный, трезвый, здравый, так тебя и так будут уважать, нет проблем никакой. Нет, он говорит, нет, суки, бляди, тарелочница-пополамщица, а ну уважайте, суперарменку Маркаряна, блядь, вы чё, охуели там, что ли, а? Я альфа, я тестостероновый воин, блядь, и глаза пучат, пучат глаза, и шерсть дымом становится, и он говорит, ах, вы, бляди, вы меня не уважаете, блядь. Это шизофрения у человека, ну, то есть он нарцисс, как вялотекущая форма, да, нарцисс, перинарцисс, бесконченный, патологический. У него нет вот этого стыковки простой. Если ты соответствуешь, масло масляное не надо устраивать. Если ты такой мужественный, если ты такой честный, такой сильный, это ты выпячивать не будешь. Это просто есть, и очевидные вещи в подчеркивании не нуждаются. И масло масляное мы не устраиваем. Женщина психически условно здоровая, пригодная для отношений, вменяемая и адекватная, это просто считывает. Ее не надо будет принуждать, вынуждать заставлять там как-то подчиняться, типа там что-то, ну, как бы по-женски. Но он еще забывает. Ну, понятно, что для нарциссов это вообще недоступно, такие полутона, грани жизни. Они же все считают, что они, весь мир, это клоны их. Вот с точки зрения Арсена Маркаряна по земле ходят вот такие же, как он. И все. Других людей нет. Полутона. Пары еще разные подбираются. Понимаете? То есть нету только вот этой такой архаичной вот этой системы, там, мужчина сверху, там, женщина как бы немножко так снизу. Ну, бывает по-разному, да? И в ходе даже одних и тех же отношений как-то это может, ну, видоизменяться, как-то немножко плавать, дышать, да? То есть жизнь, да, она же колышется, как диафрагма Арсен. Жизнь – это динамика, это процесс. Там не может статично мертво зафиксироваться. Так, ты вот снизу, а я сверху, супер-альфа-доминант. И он так, он за это держится, он так орет, что он, он, это видно, что он боится это утратить в эту секунду. Он так боится это потерять, что он прям эмоционально это пытается зафиксировать. Блядь, он как вот на толчке тужится. Блядь, нет, я альфа, блядь! Это признак того, что у человека этого нет вообще. Вообще. У него нет вот этой мужской, такой вот, как сказать, щедрости, теплоты. Такое вот, как сказать, вот, когда ты кайфуешь от того, что ты накормил тарелочницу. Да. И вот ты подарил цветы, а тебе не дали. Да. Или там что-то сказал. Ой, кошмар. А это приятно. Вот просто что-то вот сделать приятное, что реагируют на тебя как-то, улыбаются там как-то. Ну, простые какие-то вещи. Нет, это ему не надо. Ему надо только доминировать. Вот кто выше, кто ниже. По иерархии. Кто сверху, кто снизу. У него только вот такое взаимодействие может быть. То есть как-то на равных, это не, ну, это не, 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 не. Ой, какой кошмар вообще. И вердикт такой же. Он так уж орет. Ну, блядь, нет, я доминант, блядь. Блядь. И все это к маме, естественно, обращено. Это все проектирование нарциссическое вот этого, ну, во-первых, себя, своих качеств. Но откуда травма-то это берется изначально? И кого он копирует в итоге? Конечно, это все претензии к маме с папой. Откуда он все это почерпнул? И стал таким идиотом.